8 июля в России отмечается День Любви, Семьи и Верности. Мы приехали в Троицкий собор, чтобы узнать об этом празднике побольше. Рад всех поприветствовать сегодняшний праздник, День Семьи, Любви и Верности. Вот такие три важных слова, они напоминают нам о том образе жизни, который Богом предлагается каждому человеку для счастья. Когда мы отбрасываем свои эгоистические стремления, отказываемся жить только для себя и строим семью, дарим друг другу любовь и храним верность. Не ту любовь, которая синоним слова романтики, а та, которая именуется святыми отцами, жертвенное служение ближнему. У нас в церкви семья поставлена на небывалую высоту. Одно из таинств церковных так и именуется таинство брака, где сочетающимся дается особая помощь свыше к единодушию, деторождению, детовоспитанию. И сама семья именуется малой церковью. А какие секреты семейного счастья в щелковских семьях? Максим и Дарья Гридневы познакомились на службе. Они работают в щелковском отделе вневедомственной охраны, следят за соблюдением общественного порядка. В одном отделе работали, Максим был... В патрульно-постовой службе. Да, я секретарем работала, и там как-то вот завязалось у нас. В 2021 году сыграли свадьбу. Сейчас супруги продолжают работать вместе. Так как Максим сотрудник группы задержания, часто происходят какие-либо учения, тактика специального учения у нас, проходят стрельбы. Я всегда стараюсь быть рядом, чтобы поддержать его как-то и, в принципе, быть с ним всегда рядом. У супругов разный график работы. У Максима суточный, у Дарьи пятидневный. Им редко удается провести совместный выходной, но когда он выдается, стараются быть все время вместе. У меня муж любит очень рыбалку, и я стараюсь с ним ездить, чтобы не сидеть дома, чтобы с ним провести это время. Также мы и с палатками ходим отдыхать, и ездим в разные города. Поддержка и взаимопонимание в семье Гридневых основы их крепких отношений, тем более на такой непростой работе. Когда мы выходим на мероприятие, на охрану общественного порядка, я очень рада, что со мной находится мой муж, потому что мой муж – это моя опора, поддержка. Мне с ним ничего не страшно, и поэтому так вот у нас все с ним и складывается. Удачно сложилась семейная жизнь и у Геннадия, и Марины Леневых. Они вместе 35 лет. 4 марта этого года справили Коралловую, или, как ее еще называют, полотняную свадьбу. Мы познакомились, можно сказать, обычно, но вроде бы и необычно. Нужно было учиться в институте, и поэтому искал я человека, который мог бы помочь в написании работ, контрольных, дипломных. Получилось так, что познакомство у нас вот тропинка привела к Марине Олеговне. Помогла, конечно, да. Вот завязалась знакомство, дружба, а потом и семья появилась. Остались в памяти и воспоминания о первом признании в любви. Это был такой вот душевный подъем. Ну, наверное, каждая девушка хочет выйти замуж за того, кто ей понравился, во-первых. И сердце подсказало, что это мой человек. Прилетели, ставил дружбу. То есть, если человек будет дружить, то дружба – это первое. А на основе друга можно строить уже и семейные взаимоотношения. Именно дружба, по мнению супругов, тот самый фундамент, на котором можно построить крепкую семью. Любовь возникла, то она может и погаснуть, так же, как возникла. А дружба, если она настоящая дружба, то она вот именно все года, она и остается. Традиций в семье много, и главное из них – собираться на праздники всей семьей за чашкой ароматного чая. Чита Леневых поделилась рецептом семейного счастья. И вот главный ингредиент. К каждому человеку надо относиться терпимее, прощать больше. Ну и вот, и все сложится. В День семьи, любви и верности родным и близким можно подарить букет полевых ромашек. Белый цветок – символ праздника. Мы спросили у жителей Щелково, а что для них значит этот день. Сегодня праздник – День семьи и верности, и любви. Значит, по молитвам Петра и Феврония, чтобы укрепили наши семьи, чтобы любовь была в семьях, в семьях и мир и согласие. Чтобы все улыбались, любили, и никого не обижали. У Татьяны и Геннадия три дочери. Одна из них вышла замуж три года назад именно в День семьи, любви и верности. А их внуку Михаилу 8 июля исполнилось восемь месяцев. Сегодня я взял выходной. И я, да? И она взял выходной, да. Отметить, прости. Потом заехать к нашему отцу Андрею. К отцу Андрею заехать. И пойти погулять, куда любить. Вот так мы сегодня проведем весь день. Вместе. В семье Ерохиных главенствует любовь. Только любовь. Не будет любви, не будет взаимопонимания. Не будет никакой нежности, теплоты. Вот. Любовь, милосердие. В год семьи особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности и являются основой крепкой и счастливой семьи. И сегодня, в этот праздничный день, мы молимся небесным покровителям Петру и Февронии, чтобы Господь помог всем нам в наших семейных делах, чтобы в наших домах царили вера, благочестие, но и те две главные добродетели, любовь и верность, о которых в сегодняшний день напоминает. С праздником всех вас! Пусть Господь хранит ваши семьи на многое и благое лето. Анна Приенко, Галия Вахитова, Виктория Мельник, Евгения Корытько, Сергей Василевский, Владислав Реус, Щелковское телевидение.